Сегодняшний день может быть непонапрасно такой прекрасный, светлый и хочется пожелать вам, вашим близким, чтобы вся остальная жизнь ваша была такой же светлой и прекрасной. Сегодня, в эти дни, исполняется 70 лет со дня освобождения узников лагеря Освенцима, но тех узников, которые на момент освобождения советскими войсками находились еще, были еще живыми. А за весь период существования Освенцима в нем было замучено свыше 2 миллионов человек. Уже было сказано, что жертвами Холокоста за весь период стали свыше 11 миллионов человек. Это те люди, которые просто их лишили жизни. Большая часть из них, свыше 6 миллионов, это люди еврейской национальности. Это проблема всего человечества, о которой следует говорить, следует помнить. Не только приходя здесь, встречаясь у памятника, отдавая дань памяти жертвам Холокоста, но и, наверное, следует это особенно напоминать молодому поколению. Сегодня мы говорим о миллионах граждан, миллионы еврейской национальности, которые погибли, были просто уничтожены во времена Великой Отечественной войны фашистов. Это миллионы других граждан, других национальностей. Всецело это более 24 миллионов граждан, которые погибли во время Великой Отечественной войны. И сегодня я хочу пожелать всем вам, вашим близким, родным, любимым, о том, чтобы никогда не постигла такая участь беды, которая была постигнута в 1941-1945 годах. Я хочу пожелать вам всем мира, счастья и здоровья. Спасибо. Моя семья столкнулась также с этой войной. У меня два моих дедушки воевали в польской армии. В 1943 году на базе партизанского отряда было создано формирование армии Людовой под названием Тадеуша Костюшка. И вместе с этническими поляками воевало 439 евреев. Это сам факт, что они сражались. Причем сражались самым отчаянным образом. Освобождалась Польша. Этот отряд первый зашел в Варшаву и освободил ее. На тот момент 20-летний юноша, будущий президент Польши Ярузельский, также участвовал в этих боях. Что хотелось бы сказать. Этим героям мы будем вечно должны. И когда им предложили остаться в Польше, пользоваться этими домами, этим хозяйством, они, конечно же, отказались. Почему? Потому что в этих домах жили другие семьи. Там раздавался детский смех. Они уехали в свою родную Молдову и остались жить здесь. Но они не передали самое главное то, что данная война никогда не должна повториться. Холокост был и он есть и он сегодня идет. Холокост не закончен. Вы все знаете, что происходит сегодня во Франции, что происходит сегодня в Бельгии и что происходит сегодня в Израиле. И вы знаете, что еврейский народ до сегодняшнего дня погибает только потому, что они евреи. Не потому, что они приносят зло кому-то, а только потому, что они принадлежат еврейскому народу. И мы это там очень хорошо понимаем и чувствуем и видим в Израиле. Я хочу сказать, что, может быть, Израиль единственная страна, которая после перестройки поставила памятник советским воинам. Именно в Натании стоят знаменитые крылышки, которые посетил Владимир Путин. И вы знаете, что он был в Натании и смотрел этот памятник, который мы создали в Израиле. Именно туда приходят все ветераны Великой Отечественной войны. Если бы вы видели, как много среди нашего народа героев Советского Союза. Героев, которые защищали Союз Советских Социалистических Республик. Ту страну, в которой мы родились и в которой мы выросли. Они есть и они еще живы. И мы должны их беречь и помнить о том, что они сделали для нашего народа. После разнилых creature которой они будут пищать iOS. Которые специалисты. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!